Казахстан 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 В центре азиатского континента на стыке ландшафтно-географических зон биологическое разнообразие расцветает особенно бурно Здесь пересекаются ареалы сибирских и центрально-азиатских видов животных Катон-Карагайский национальный парк это крупнейшая особо охраняемая территория в республике Казахстан площадью 643 тысячи гектаров Ранним июльским утром наша небольшая экспедиция выехала в районный центр Катон-Карагай Мы проехали около 200 километров Ландшафты изменились Пустыня превратилась в слабо холмистые предгорья До Курчума осталось 50 километров Дорога петляет по каменистой полупустыне у поддожья Курчумского хребта Несмотря на раннее утро, в окно автомобиля веет горячим ветром пустыни Пустынная растительность уже выгорела и пожелтела Путники останавливаются у придорожного родника, чтобы набрать холодной воды Собралась целая очередь По мере того, как мы приближаемся к Курчуму Пустыня постепенно превращается в степь За районным центром Курчум пейзажи начинают меняться Река Курчум полноводна и славится обилием рыбы Река Курчум популярна у любителей рафтинга, сплавщиков, рыболовов Здесь словится хорошо хариус На побережье Бухтарминского водохранилища степь стала зеленее Появились пустарники, а затем и деревья Постепенно прибрежная равнина стала превращаться в горы Стало прохладнее Мы проехали Казнаковскую переправу паромную И до Катон-Карагая осталось еще 150 километров В отрогах Курчумского хребта водятся моралы, косули Иногда сюда заходят лоси Но увидеть их непросто Здесь слишком много людей И животные очень осторожны Восле родника Кара-Журга мы устраиваем привал На берегу водохранилища довольно много отдыхающих Это популярное среди жителей областного центра место пляжного отдыха и рыбалки Ловится щука, лещ, сахан, сорога, платва, буфало Когда-то здесь было много осетров Пока греется чай, Максим решает прогуляться вверх вдоль родника И неожиданно натыкается на скопление наскальных рисунков Первобытные художники изобразили в камне животный мир давно ушедшей эпохи Сцены охоты и какие-то сакральные символы Особенно много изображений моралы и козерога Морал и поныне обитает на побережье Бухтарминского водохранилища А вот горных козлов уже давно отсюда вытеснили стада домашнего скота Так, нарисованы здесь козероги Моралы Архары Ну, как минимум, это свидетельствует о том, что вот в этом горном массиве они когда-то обитали А сейчас здесь не осталось ни архаров, ни марш А моралы остались Козерогов и архаров все здесь нет За поселком Большинорымом начинается зона земледелия Во время сельскохозяйственного кризиса 90-х годов Жителям района удалось сохранить сельхозплощади от развала Постепенно совхозы трансформировались в крупные фермерские хозяйства И сейчас район успешно производит подсолнечное масло, кормовые культуры, овес, рожь и пшеницу Из Курчунского района мы переехали в Катон-Карагайский район Долина Бухтармы довольно широкая, километров 20 Она густо засеяна различными кормовыми культурами, подсолнечником До Катон-Карагая осталось километров 30 Ландшафты за окном автомобиля продолжают меняться Предгоре превращается в настоящие горные хребты со снежными вершинами Показывается высочайшая вершина хребта Сарым-Сакты, гора Беркутуал В районном центре Катон-Карагаи нас ждали в офисе национального парка Быстро согласовываем дальнейший план экспедиции Наши операторы включены в состав учетной группы национального парка Они должны проследовать в Арчатинское лесничество И вместе с инспекторами нацпарка Нурбулатом и Манарбеком Пройти конный маршрут по Тарбогатайскому хребту на хребет Южный Алтай Проверить фотоловушки и провести визуальный учет животных В поселке Арчаты для туристов оборудован гостевой дом Здесь же можно арендовать лошадей для экскурсий Мы проехали поселок Арчаты И сейчас поднимаемся выше к кордону национального парка А там мы встретимся с группой инспекторов Из научного отдела и отдела животного мира Экспедиция стартует от кордона в 8 километрах от поселка Арчаты Радует то, что в долине Арчаты комаров и мух почти нет После того, как они нам дали хорошенько маркоколи Это какой-то рай И прохладно Тропа петляет вдоль небольшой речки Ущелья Тарбогатайского хребта сильно изрезаны После дождей уровень воды в реке сильно поднялся И лошади с трудом переправляются через бурный поток А вот и первые дикие животные На склоне пасется самка-козерога с сигалетком В середине лета крупные самцы алтайского козерога Мигрируют к вершинам хребта Южный Алтай А в октябре возвращаются на плато Большие козероги-самцы сейчас поднялись к леднякам На самый верх А в Среднегорье остались только самки из бетоныша По пути в густом лиственном лесу мелькнул силуэт кабарги Маленького мускусного оленя Снять удивительного зверя на видеокамеру не успели И вот мы нашли свежий, свежий помет кабарги Это самка? Самка у самца больше А Нурбулат говорит, что это помет самки За один день наша группа проходит 4 высотных пояса Горно-лугово-лесную, горно-лесную, тундрово-луговую И поднимается к невальной зоне На фотоловушках богатый улов Моралы, медведи, козероги, кабарга, лоси, кабаны, косули и другие животные Ближе к вечеру установимся на ночлег Нужно подготовить лагерь и установить палатки Разобравшись с хозяйственными делами Занимаем наблюдательные места на учетных точках Козерогов не видно Вдруг сурки поднимают беспокойный свист Как выяснилось, к колонии приближается медведица с двумя малышами Молодая мамаша невелика размерами Но все равно она представляет некоторую опасность Заметив человека издали Она в 99 случаях из 100 предпочтет спастись бегством Но если неожиданно столкнуться с ней в густых зарослях То материнский инстинкт может подтолкнуть ее к агрессии Она так увлеченно выкапывает сурка Что не смотрит по сторонам Но уже темнеет, пора в лагерь возвращаться Медведица с двумя медвежат На следующий день наша группа поднимается По поросшему лиственницей и кедрам Крутому склону на плато В этом году урожай кедрового ореха не очень богатый Но на вершинах кедров видны шишки Очень крутой склон Лошадям идти тяжело Но эти удивительные лошадки Поднимаются почти на альпинистские склоны Опоясывающий горы лес Это основное достояние парка Леса Южного Алтая Незначительно изменены хозяйственной деятельностью и пожарами Они выполняют почвозащитную и водорегулирующую роль Сохраняя от эрозии крутые горные склоны Ну вот мы проезжаем последние кедры Практически мы уже на плато Тропа идет в густых зарослях Карликовой березы Здесь типичная тундровая растительность Царство Козерога На плато лесной пояс сменяется густыми зарослями карликовой березы Это типичные высокогорные тундры Мы сейчас находимся на вершине горы Куралы Отсюда километров на 15-20 видны все окрестности На западе хорошо просматривается дуглавая белуха Это высочайшая вершина Алтая и всей Сибири Ее высота 4506 метров Граница между Россией и Казахстаном проходит прямо по вершине Белуха – очень популярный туристический объект Ежегодно тысячи туристов и альпинистов собираются у ее склонов Не всем удается покорить северную красавицу Маршрут восхождения сложен и считается большим достижением Высокогорное плато – это царство морала Учетная группа замечает несколько великолепных красавцев С огромными ветвистыми рогами Моралы – осторожные животные и подкрасться к ним непросто Но на фото с ловушек хорошо видны их гигантские рога Нурбалат и Монорбек показывают место, где зимой они вместе с Андреем Целищевым устанавливали фотоловушки, на которых удалось снять снежного барса А вот здесь вот переход барса Барс переходил с хребта Южный Алтай туда в сторону хребта Тарбагатай И здесь зимой стояли фотоловушки Вот здесь он зимой попался на этой тропе барс По этой же тропе ловушка запечатлела Манула – еще одного редкого представителя семейства кошачьих Фотоулов оказался богатым и разнообразным Теперь его нужно обработать и систематизировать в научном отделе Наша учетная группа спускается в долину Бухтармы Вдоль берега прогуливается семейство журавлей Они так увлеченно охотятся на кузнечиков, что не замечают нашего оператора Находясь тут, мы не смогли не посетить известное историческое место В 8 километрах от поселка Берель, на берегах одноименной реки Расположен погребальный комплекс из 70 курганов разного размера В них были обнаружены уникальные находки кочевой аристократии Скифа Сакского времени, 4 века до н.э. Погребальная комната с большим количеством предметов Генетический анализ найденного биологического материала Позволяет восстановить образы людей и животных далекой эпохи Туристские ресурсы Катон-Карагайского парка настолько разнообразны Что нашей экспедиции не хватило бы и года, чтобы показать все природные и историко-культурные богатства Южного Алтая Нам пора спешить на хребет Листвяга, где расположено удивительной красоты Язевое озеро Где мы с удочками в руках пробудем несколько дней Но об этом в следующей программе